здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор который произошел уже несколько дней назад я прошу прощения за свой такой длительный перерыв в разборах ну кто на меня подписан в instagram те знают что произошло в общем то вот вот сейчас лучше позже чем никогда я начала смотреть это интервью и просто поняла что этот это интервью нельзя оставить незамеченным потому что здесь просто кладезь разнообразных манипуляций языка тела и так далее поэтому сейчас мы с вами приступим к разбору но для начала хочу небольшую затравочку сделать как знаете вообще ну можно сказать это олицетворяет все это интервью то как друг друга жалили 2 змеи и как они выходили из этого у кого лучше получалось давайте посмотрим здесь вот каждый по очереди очень хорошо уколол на своего собеседника и какие реакции тела мы увидим давайте смотреть абрамович и фридман были более влиятельными фигурами чем ковальчук ротенберг и сечин нет ну в каких-то моментах более влиятельных каких умер да и мы видим что здесь уже он говорит с позиции проигравшего потому что челюсть довольно низко речь не недостаточно уверенная то есть тембр чуть как говорит потише немного так челюсть низко и пожимает плечами то есть очень много сомнений и ему уже хочется выйти из этой ситуации потому что он понимает что он здесь проиграл если вы не владеете зачем смотрите наклон вперед и именно лбом вот это вот сигнал того что человек будет просто драться ради того чтобы не не оставлять свои позиции не потому что он прав он не будет отстаивать свою правоту он понимает что он проиграл он просто будет стоять на своем это чисто упрямство ну пиздите простите на эту тему объясните мне ваша проблема вот в этом суждении в том что вы смотрите как с эмоциями уже вот прям поменялось все поменялось здесь он на коне здесь он знает что сказать ксении то есть вот контраст ощущаете да вот там где он проигрывал мало эмоций а там где он знает что выиграет много эмоций то есть здесь уже он наезжает давайте наблюдать всех ну по себе судите вы судить всех по себе он раздолбали бизнес тренеров на 10 миллионов просмотров чего вы первым делом сделали бизнес-курс я надеюсь это не вырежут и вы думаете что я такой же не такой я просто в по кайфу всякую хуйню видите как он все больше поднимает челюсть все больше смелеет да и вот это вот сигнал того что он считает себя победителем и здесь действительно он наносит сильный удар ксении на что ксения молчит но молчит она явно по двум причинам во первых конечно же самооценкой у него все в порядке и она прекрасно ну вот все эти манипуляции пролетают мимо нее но тем не менее то что ее это задевает мы это сейчас увидим по ее жесту но здесь еще такой момент что ей нельзя как очень сильно скажем мешать ходу мысли своего гостя потому что ей очень важно именно раскрыть гостя а здесь вот если она начнет отстаивать свои интересы то она провалится как раз в ту яму которую он для нее сейчас вырывает поэтому она конечно же молчит но давайте наблюдать за ее реакцию вы мне весело вижу человека он всем и горю слышит смотрите немного опускает челюсть и но улыбка застыла конечно же это стресс для нее стресс и может быть ей и есть что сказать но она молчит для того чтобы не прервать своего собеседника для того чтобы не испортить интервью все вот все по просто какие-то блять захотела разобрать вилса кома чтобы стать новым вилса ком зачем не смотрите как ее ножка пошла то есть ей не комфортно ей очень некомфортно но она выслушивает это все это было да поэтому конечно же еще раз конечно это просто очень интересный момент но давайте все-таки вернемся к языку жестов и будем наблюдать я сейчас вам хочу показать такой очень интересный жест который очень часто используют манипуляторы для того чтобы нас склонить какому-то решению причем мы это решение делаем неосознанно и потом не понимаем почему это произошло но вот такие вот манипуляторы они прекрасно понимают что большинство из нас но мы мы все воспитаны до в каких-то условиях до нас всех воспитали ну вот в таких такт и приличие да вот есть такие вещи которым на которые нам привели для чего для того чтобы мы не заходили за свои рамки чтобы мы уважали рамки тех с кем мы общаемся для того чтобы нормально сосуществовать в социуме нас так воспитали и у тех людей у которых хорошее воспитание они вот за эти рамки не заходят в отличие от гостя ксении собчак он конечно же за любые рамки заходит и это его кредо но смотрите вот такие вот беспринципные и манипулятивные люди они используют все возможности для того чтобы наши рамки использовать в своих интересах и нас всех воспитали что время человека нужно уважать время собеседника и если мы видим что человек торопится то мы стараемся быстро решать свои вопросы чтобы не создать неудобства своему собеседнику и вот он сейчас очень грамотно этим воспользуется наблюдаем за языком его тело но вот для начала какой позе он сидит он нормально сидит и показывает свой комфорт показывает что он не боится ксению да он расслаблен у него все открыто он даже руки убрал для того чтобы не не делать скрещиваемых каких-то ну то есть никакого стресса он не демонстрирует и как бы показывает я здесь хозяин я здесь чувствую себя комфортно все хорошо но смотрите при том что он себя чувствует хорошо он заходит на территорию ксении каким образом смотрите как вот получилось такое удивительное соединение с владимиром радуль смотрите а ну вот плечом повел показывает еще раз что он активный да но самое главное давайте наблюдаем за его вот этой ногой как сейчас она начнет торопиться вот вот такой жест он сейчас замедлен но вы понимаете вы наверняка это видели в жизни когда человек начинает трясти вот так вот ногой и мы понимаем что человек торопится еще один жест который нас заставляет может быть быстрее говорить или как-то быстрее решать свои вопросы когда человек смотрит на часы или трогает это место где часы вот вот такие вот жесты они нас призывают вот если нас воспитали да не заходить на чужие территории мы стараемся быстро мы понимаем что человек торопится да и вот из чувства так то мы просто идем на поводу у человека и начинаем ущемлять свои интересы и вот это вот такой знаете очень хитрый манипулятивный ход так использую вот его используют манипуляторы для того чтобы нас склонить к чему-либо и это очень но такая вот уловка про скоро про время используется в продажах когда нам ограничивают выбор временными рамками да и вот сейчас по сути перед нами человек который ограничивает вот мало но он показывает что он хорошо себя чувствую да но он еще и давит на собеседницу то есть плечом я активен я могу драться и вообще поторопись мое время ценно давай быстрее решай свои вопросы не отнимай мое время вот что он говорит да но при этом он хорошо играет в простачка давайте смотреть дальше вот при всех этих манипуляциях да ему нужно немножечко подыгрывать в простачка для того чтобы вот эти манипуляции хорошо заходили и получилось что я сейчас с вами разговаривали с тобой монотына вы видите она задает вопрос а он доводит до абсурда и не отвечая на вопрос начинает решать другой вопрос намного менее значимый который в общем-то никому не интересен в том числе и ему но он он что делает таким образом он делает две вещи первое перехватывает инициативу тем что именно он задает вопрос а второе он просто не отвечает он дает понять что он здесь главный да и смотрите как прощупывает собеседницу он как бы склоняется к ней как бы с уважением наклоняется и говорит чего изволите да вот 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 в такой позе как вот как бы подчиняющаяся поза но на самом деле это все игра на самом деле он перехватывает таким образом инициативу и ну на наших глазах происходит манипуляция видите вот замедленной вот как он наклоняется и внимательно внимательно смотрит на собеседницу изучает ее реакции да на самом деле ему не интересно на ты на вы вообще не важно и это можно было и за кадром решить просто он оставил этот вопрос для того чтобы вот таким образом не ответить на какой-нибудь вопрос да дальше смотрим ну давайте посмотрим на сигналы стресса нашего собеседника которые он нам продемонстрирует именно телом для того чтобы ответить потом в дальнейшем ну для того чтобы анализировать ответы на некоторые вопросы которые там уже после этого да ну про проследим его базовую линию поведения ну и давайте смотреть первое это он закрывается ногой как щитом и это как раз происходит на самых острых вопросах на самых таких вот моментах когда ему необходимо немножечко закрыться давайте смотреть как это делается если с точки зрения материальной если я понимаю почему ты клонишь ты пошел из-за денег нет это половина моих донатов со стрима я бы мог зарабатывать больше я скажу даже больше вк play у меня брали контракт на два месяца за один стрим они мне платили больше я туда пошел просто уж платформ то есть эта тема ему не очень нравится но тем не менее он ее озвучивает он отвечает на этот вопрос и при этом закрывается то есть не нравится ему здесь просто ну рудольфович мразь это весело мне просто интересно как вы это поняли но вы пообщались с какими-то людьми которые уже на территории которые контролируют российские войска вы что считаете что они вам там будут что кричать слава украине и там да здравствуй степан бандера вы как себе это представляете то есть это территория где стоят вооруженные смотрите здесь он понимает что действительно он неправ и даже не то что неправ он понимает что здесь его ксения подловила и опять-таки тело выдает его волнение то есть аргументов не хватает надо закрыться да это вот как раз манипулятор войска до они прям блять над каждым вот так вот над головой нужно ли расстреливать человека я так понимаю что нужно исходя из вашей цитаты нет видите ксения вот здесь видимо очень сильная тема которой ксения хорошо подготовилась и она вот расширением тела показывает что она здесь уверена давайте посмотрим как он реагирует новеньках нужно только давайте просто вот вы сказали что я бы устроил блядь сказал я всегда знаете люблю видите он здесь уже менее активно менее эмоционально отвечает да конечно он держит лицо но мы видим что голос стал потише до на меньше эмоций и самое главное ксения молодец вот в этом моменте она действительно начинает разделять на элементы вот таких вот забалтывателей а кстати стас очень много забалтывает доводит до абсурда обобщает и вот он очень часто это использует и ксения очень грамотно его возвращает и вот делит на элементы вот это пожалуйста для этого посмотрите интервью целиком потому что действительно ну вот это прям как обучающее пособие для того чтобы вам тоже не попадаться на уловки вот таких манипуляторов как которых вот подобных манипуляторов сейчас очень много и вы себе даже представить не можете насколько их много хотя наверняка вот напишите в комментарии наверняка вам такие манипуляторы встречались и ну вот вот эти вот все манипуляции они используются очень широко в нашей обычной жизни поэтому вот с этой точки зрения очень рекомендую вам пересмотреть это интервью несмотря на то что очень неприятно а много таких вещей которые он просто абсурда всякого он несет но вот с точки зрения манипуляции просто вообще кладезь знаний конкретику они нарисуем это чудные дивный мир который вот на ваш взгляд был бы сегодня правильным и актуальным то есть вот расстреливать надо только чиновников либералов нужно расстреливать и ксения конечно же скрывает эмоции да потому что абсурд который она сейчас озвучивает а это просто не поддается никакой логике но вот поэтому она поднесла руку к лицу опустила челюсть для того чтобы не выдать просто свои эмоции детка не сна блять какого монстра из меня пытаются сделать и видите как он занервничал он понимает степень абсурдности ситуации и понимает что это от него вообще ноги растут и поэтому пошел нервничать поэтому пошел закрываться опять сейчас он вот кроме того что закрывается щитом он еще и отсаживается это у нас второй признак стресса который то есть здесь уже сразу два признака стресса у нас конечно полностью доказанный факт коррупции без каких-либо сомнений если это скажем так коррупция именно в военное время и коррупция который несет урон еще и руками в замок то есть действительно он понимает что он запутался до в своих показаниях и как-то уже выруливает из этого всего давайте следующий фрагмент следующие как я уже упомянула теперь отсаживается когда он отсаживается это тоже признак стресса это же когда вот какие-то такие вот скользкие моменты а их там было очень много потому что ксения его вот очень грамотно подводила к тому что он он заблуждается но вы знаете я думаю он прекрасно все понимает просто ему сейчас выгодно именно так заблуждаться ну вы все пропагандисты и ну типа а кто не пропагандист ну все ресурсы наверное вы и судя по нет я пропагандист тоже социалистических идей это война потому что это война а война это категорически неправильно как это можно было разрешить по-другому я конечно же не знаю но потому что блин люди людей убивают из той и с другой стороны это пиздец за то что он назвал войну войну специальная военная операция да не но мне кажется там хуйня какая-то я не могу в это поверить у нас конечно власть пиздец но не настолько что они там с ума сошли но я ни в коем случае не виню именно там украинский народ или самих украинцев за то что так произошло кашка из зал как знаете вот это как убийца который убивает людей говорит я ни в коем случае не виню своих жертв просто мне нужно было кушать мне нужно было как-то не знаю мне хотелось жить хорошо поэтому но что поделать я их встретил на дороге и мне пришлось их убивать вот примерно так это звучит купа вы назвали я даже честно я по разному назвал это прям вот давайте поговорим серьезно нет я серьезно говорю просто ну что это за вопрос блять кто ваш аудиторий ну разные люди от 25 до 35 до тиньков даже от меня ушел из-за того что я там начну что так что не надо мне рассказывать наверняка кто-то же пришел там никто не пришел куда блять смотрите как нервничает когда рассказывает о том что тиньков ушел и ноги прячет и ноги сводит то есть когда мужчина сводит ну вообще для мужчины очень привычно сидеть с разведенными ногами потому что она физиологически так удобней вы понимаете по какой причине да но здесь когда мужчина испытывает стресс то он может ноги свести да и это вот как раз еще один признак стресса но тут смотрите как много и ноги прячет и ноги сводит и натягивает один во вконтакте куда я теперь вынужден выпускать свои ролики без ютюба нет и выпрямляется вот смотрите сейчас замедленной съемки как он прячет ноги прям ну просто вот перепуганный мальчик перед нами до отсаживается потом одежду натягивает ну просто стресс стрессовый вот на этой на этом моменте ну как же рекламодатель ушел это же очень очень страшно и вообще я так понимаю ладно не буду я здесь своих эмоций потому что сейчас меня опять понесет тут тут есть куда нести понимаете так значит следующий момент теперь посмотрим как он опять-таки стрессу ну как много стресса у него при упоминании предыдущей работы я уж не знаю по какой причине может быть он думает что это какая-то неблагодарная работа кстати их тоже там работала какое-то время арендовала помещение и делала вот полиграфию но возможно даже в то же время но не важно важно другое что он в данном случае очень как ему неловко вот за этот элемент его карьеры почему я это вижу давайте смотреть вместе ну вот митинский радиорынок чего я думал будет пять минут без него но я работал на митинском радиорынке после школы когда мне исполнилось 18 лет и меня взяли на видите и пинок ногой я кстати это не отметила но вот пнул ногой хотя можно не работают и все 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 начиналось этим и закончилась собственно говорю вот смотрите как он сначала смех потом отсаживается хватается за стол ступни прячет глубже руками закрывает пах дальше сейчас еще будут ну то есть так много признаков стресса вот пинает потом ногу прячет видите за ножку заводит прячет то есть спрятал ступню это тоже признак стресса и сейчас еще раз отсаживается прячет ступни натягивает штаны но это просто стресс стресс натягивает одежду опять закроет сейчас пах я не понимаю почему такая реакция но видимо есть как вы там оказались то есть вот почему пришел сказал возьмите меня продавцом меня взяли потому что у меня приятель там работал и там были ну больше деньги чем то что я официантом работал на мне просто надоело я вот со школы как вот учился в одиннадцатом классе официантом но челюсть это возможности как раз и он сейчас здесь ну как раз показал что это больше возможностей но челюсть она олицетворяет драку возможности движение вперед это вот марсианская такая часть наша да вот то что мы достигаем это вот как раз про челюсть туда же секс кстати относится но вот челюсть это про это понимаете и поэтому ну вот то что он притрагивается к челюсти это вот как раз он иллюстрирует возможности которые были на тот момент их в которых он нуждался да значит следующий фрагмент но как он играет вообще пофигиста это еще раз хочу вам обратить внимание что очень часто манипуляторы как раз вот такую роль и избирают для того чтобы нами всеми ну вот я не знаю или вами манипулировать вот это такая очень удобная роль знаете как с гуся вода я вообще такой пофигист мне все пофиг и и так далее вот давайте смотреть превратитесь в петросяну заебись заебись самые примитивные шутки самые охуенные вы еще скажите что вы любитель интеллектуального уровня поперечного конечно меньше похуй ваш такой убрать видите и это для него как раз его сила то есть он избрал вот эту позицию до такого немножечко хамовита вот хама я не знаю такого вот не культурного да вот вот заходящего за границы но в то же время такого милого и ну вот не не доброго а смелого вот кстати вот в чем фишка вот таких вот людей они воспринимаются нами как люди смелые потому что мы все воспитаны в рамках да и мы ну вообще люди культурные нас воспитывают в рамках и мы не позволяем себе такой роскоши вот так вот вести себя по-хамски в отношении других людей но некоторые люди которые просто оставляют за собой право такого так называемого выбора они просто за счет нас с вами процветают и таких людей наверняка много и в ваших окружениях я уверена потому что такие люди они убирают вот эти рамки которые нам с детства воспитывали и тем самым восприниму с одной стороны они за наш счет живут лучше с другой стороны они нами воспринимаются как более смелые но это не смелость понимаете и часто вот вот как раз успех вот таких вот людей ну вот среди молодежи как раз этим и обуславливается что молодежь она пока не разбирается в том что что хорошо что плохо да для них вот такое поведение оно кажется вау какой он уверенный в себе он он у него возможности какие а то что это за счет нас с вами они пока не понимают и вот вот к сожалению часто попадают вот под эту харизму вот таких вот наглых и беспардонных людей поэтому если в вашем окружении есть такие люди гоните их метлой поганой это я вам говорю как человек с большим жизненным опытом и с большим хвостиком после 21 года поэтому опасайтесь таких людей такие люди самые опасные они прикидывают с такими дурачками простачками но они очень быстро садятся нам с вами на шею и руководят нами давайте смотреть как он это делает и миллионы видите как он челюстью как бы ударяет да мне вообще все похуй извините за этот мат но вот они именно так и действует понимаете но по после вот этого выпада да он все равно показал свою неуверенность он понимает что это только вот та игра которая до того как его остановят таких людей надо останавливать если вы либо останавливать либо не иметь с ними никаких дел не позволяйте им пользоваться своими ресурсами они как правило ими пользуются садятся вам на шею очень прочно и их очень сложно с шеи сбросить да а значит следующий фрагмент давайте смотреть ну короче общение матери с сыном не сложилось да конечно ну вообще я понимаю откуда ноги растут вот этого всего хамства приспособленчества и так далее потому что действительно там ну вот очень очень хотелось бы чтобы человек пошел к психологу и разобрался со своими проблемами но знаете сейчас как раз на российском телевидении очень востребованы вот такие вот люди с огромной раной в сердце с огромным с огромным дефицитом любви который он не получил абсолютно из своей семьи и получил только ненависть злость и вот это все он вынес можно сказать нам с вами вот такие к сожалению герои нашего времени выходят сейчас на телевидении и становятся лидерами мнений знаете такая напускная игривость сейчас давайте смотреть локтем сейчас оттолкнет вот то есть смотрите вот да мать он очень не любит набил усиливает ну то есть вот все защищается защищается для него это больно для него это действительно ну вот рана которая открыта и сейчас она ну можно сказать вот это вот из этой раны все ну вот все не чисто ну все вот что весь гной извините за такое сравнение выходит наружу наружу на нас с вами на наших родителей которые смотрят этот телевизор да вот это вот все пропитана всеми его словами понимаете это вот ну как дерево с корнем с гнилым корнем и к сожалению это надо с этим работать у психолога но как видите человек работает на телевидении да и заражает своим вот этим негативом вот это вот этим всем вот этой злостью он заражает к сожалению тех кто смотрит его вас конечно блять прям каждый день нахуй вот этим потом надо оправдать мою окружающую агрессию да нет я ничего не оправдываю просто ну насколько опять же мы же общаемся сразу кого в детстве не били мне интересно ну кроме вас ксения анатольевна вот кого здесь в детстве не били блять можете поднять руку вот хоть кто-то кого не били не били били вас то есть они видите как он он защищается он пытается найти оправдание он пытается найти подтверждение и понимает но он я думаю что бессознательно он это и до этого понимал но все-таки он надеялся что кто-то окажется таким же как и он но вот вот здесь огромная и боль и и страх но самое страшное что может быть ему и можно было бы посочувствовать да если бы он не имел такого влияния а влияние на наших родителей к сожалению вот это вот конечно же очень страшно у меня сердце обливается кровью или извали из вазюкался в грязи то есть я знал что матери похуй там на меня а вот блять одежда испорченная это уже проблема я как бы эту хуйню спалил но я пришел всю хуйню рассказал ну приукрасил конечно же еще немножечко потому что ну я просто устал от этого то есть вот такие вот истории из детства и человек с искалеченной душой самого детства научился просто приспосабливаться к жизни научился манипулировать и знаете сейчас на российском телевидении просто остро необходимы вот такие вот жестокие обиженки которые вот эту всю злость выплескивают и через через экран вплескивают в наш народ и поэтому россияне вот так агрессивно настроены да вот он как бы дает направление вот этой агрессии которая скопилась уже давным-давно у наших людей и много-много проблем в россии но вот такие вот люди как он очень хорошо направляют эту агрессию так как сами носители большего количества агрессии направляют на те ну туда куда дано указание направлять понимаете тут все очень грамотно вот эта машина очень четко работать и с помощью вот таких вот адептов так называемых да очень тяжело страшно и мне как матери вот знаете и вообще кто родители смотрят вот если вы даже злитесь на своих детей ни в коем случае нельзя их бить потому что вот вырастают вот такие вот беспринципные и бессовестные люди но что поделать вот такой извините говно всплывает как правило в такое время да значит вот интересно дальше а теперь давайте выводить на чистую воду его по некоторым моментам где он как бы сказал что-то но очень четко видно что соврал давайте смотреть вы осуждаете путина за то что он начал войну с украины смотрите во первых вопросительная интонация да во вторых очень тихо ответил да смотрите прежде чем ответить поджал подбородок смотрит вниз да да он стать действительно посмотрел вниз и понял что там где действительно вот тактильные ощущения да он понимает что он действительно осуждают но этого лучше не говорить поэтому поджал подбородок молчи сказал он сам себе и кива кивает да и не знаю видите давайте еще раз включу этот фрагмент потому что это надо еще раз пересмотреть он начал войну с украиной нет смотрите как бы вот смотрите посмотрел и и вот если читать по губанту и вообще вот больше шло да но перевел в не знаю но точно не нет точно не не наверно не было другу ждите вы же против войны и видите ксения его ловит на ходу но он продолжает выкручиваться удивление голова к плечу не знаю опять пытается найти оправдание потому что ну вот такая вот инструкция у него он не может говорить то что на самом деле знает да и все мы знаем люди у которых есть мозги у него мозги хорошо работает у него вот манипуляций по манипуляциям видно что мозги то у него есть и то что он сейчас принял эту сторону он прекрасно понимает для чего он себе вот прям т eight к знает для и почему на этой стороне дан и все это для того, чтобы вот из детства, понимаете, вот из детства у него страх, главное, чтобы не били, понимаете, вот этот страх того, что побьют, да, страх, для этого он пытается карабкаться как можно выше, чтобы быть недосягаемым для того, чтобы били, это ужасно, вот такой травмированный человек, который живет инстинктами, да, он руководит, можно сказать, он лидер мнений, и челюсть ниже, то есть не уверен он, совершенно не уверен в том, что говорит, но говорить надо, против любой войны, еще ниже, абсолютно любой войны, поэтому мировой капитализм должен быть уничтожен, о как переводит, оказывается, мировой капитализм, спрашивают про Путина, но так как он здесь не, ну, понимает, что он не прав совершенно, и его тело дает нам сигналы, что он так не считает, но, смотрите, пару слов сказал и повел в сторону мирового империализма, то есть перекладывает ответственность, да, и здесь уже пошел, здесь уже разогнался, эмоции пошли. А как же вы, почему вы тогда не осуждаете? А кого? Путина, почему? Потому что он не один принял это решение. А, так еще одно оправдание для Путина, это он не один, это ему посоветовали, то есть, смотрите, Путин это звезда, да, которую просто нельзя ругать, ну, естественно, ему нельзя ругать, а то попрут с канала, а там какая аудитория, он озвучил несколько раз, что ему важно, чтобы была аудитория, да, чтобы свою пургу нести в уши, да, его устраивает та аудитория, на которую он несет свои так называемые умозаключения, да, и, соответственно, будет плясать под дудку тех, кто его туда пригласил, да, и поэтому он находит любые оправдания для того, чтобы Путин был красавчиком. Ну, мы прекрасно понимаем, что это все неправда, и как он, ну, если бы действительно вот в этой теме он считал себя правым, он бы не уводил в сторону, понимаете, разговор, и когда он уводит в сторону, он с большими, с большими эмоциями это делает, то есть, ему важно уйти с опасного поля, где он знает, что неправ, важно перейти на безопасное, там, где он может развести свою демагогию и размышления, да, и заболтать нас с вами, поэтому прекрасно понятно, что он на самом деле думает, знает, и что ему надо говорить. Дальше, следующий фрагмент по поводу Соловьева, там, вообще, картина маслом. Ксюша, как может быть наступным, это было, ну, ответь, мразь, как ты, ну, это же весело. А потом вопрос четкий задали, и так, да нет, не знаю, то есть, сначала пауза, говорит опять-таки тише, а тише он говорит там, где не уверен, мы уже с вами отследили его базовую линию поведения, плечи не знаю, и кивок да, здесь прям четкий кивок да, если с Путиным еще так, ну, не было такого прям четкого кивка, а здесь вот прям четкий кивок да, то есть, он своего Соловьева совсем не уважает, да кого, он никого не уважает, в принципе. Видите, как он говорит? Такой же, как и вы, Ксюша. Такой же, как и вы. И опять переводит разговор на другую тему, да, такой же, как и вы, Ксюша. Да, ну, то есть, опять пошел за балтами. Ну, конечно. Отлично. Ну, вы все пропагандисты, ну, типа, а кто не пропагандист, ну, все ресурсы. Ну, наверное, вы, судя по тому, что вы. Нет, я пропагандист тоже. Да, что-что, но манипуляции он умеет делать блестяще. Дальше, следующий фрагмент. Здесь, конечно же, ну, очень показательно для человека без принципов абсолютно. Вот его вообще отношение к порядочности, там, к каким-то таким вот вещам, это для него, вот, не ожидайте от таких людей каких-то вот человеческих качеств. Потому что для него это нормально, кидать людей, неважно, кого. Важно, что для него нормально вот такие вот преступные штуки. Давайте смотреть. Потому что Владимир Рудольфович пообещал прийти ко мне на интервью. Вы ведь придете? Да, 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 Ксения. Это есть в эфире, можно. Знаешь, у нас в интернете очень уважительно относятся к тому, когда ты берешь у букмекеров, например, деньги и не делаешь рекламу. Ну, прям озвучивает бандитскую схему. Ну, прям Робин Гуд, да, отбирает у богатых, дарит бедным. Но не дарит он бедным, он просто отбирает у преступников, да. С одной стороны, в общем-то, ну, не у преступников, у мошенников, да. С одной стороны, может быть, и не жалко, да. Но с другой стороны, это показательно. Показательно вот как он относится вообще к репутации, к порядочности. Ну, то есть еще один штришок к портрету, да. И челюсть высоко, он считает себя героем вот в этой ситуации. Он герой, он же какой классный, да, любуйтесь мной. Но потом понимает, что ляпнул лишнего, и давайте смотреть за его сигналами тела. Ты же, походу, шарит за эту фишку. Ну, ты скажи просто... Ну, Рудольфич шарит вообще, в принципе, не отвечать за свои слова. Это немножко другое. Видите, понял, что сказал лишнее, и укрепляет защиту ногой, отсаживается, замолчал, ерзает на стуле, понимает, что что-то не то ляпнул. Действительно, очень даже не то для человека публичного, для человека, который на телевидении, ну, как бы лидер мнений и так далее. Но, конечно, показал себя очень мерзко, но ладно. И вот по поводу его принципов. Это просто, знаете, картина маслом, это в самом конце интервью, от чего, я думаю, что многие из вас попадают со стульев. Но давайте послушаем о его принципах. Потому что если мне позволят заниматься тем, чем я занимаюсь на Навальный Лайф, мне похуй, я на любую платформу пойду, блядь. Хоть на телеканал «Звезда», если они покажут мне, что у них много аудитории. Все, блядь. Хочется причастность. К чему это? К кому-то это сравнивает? Неужели нет каких-то принципов у тебя, Стас? У меня дохуя принципов, тебе столько не снилось. Ну, какие, например? Куда, например, вы не пойдете? К Блиновске не пойду, например. Прекрасно. Раз. У вас есть важный принцип. Вы не пойдете к Блиновске. Куда еще не пойдете? Ну, я не пойду. Блядь, не знаю, все места перечислят. Ну, не знаю, в Макдак чисто поссать, заходить зашкварно, когда ничего не купил, похавать. Окей, так. Есть еще какие-то важные принципы? Блядь, не знаю. Ну, в принципе, вот эти два, правильно? Все остальное можно. Да, вообще больше, блядь, ни одного наху в этой жизни у меня принципа нет. Да. Лучше бы он в Макдак ходил поссать, чем сейчас отправлять наших сыновей и мужей на войну. Чем сейчас разжигать ненависть в сердцах наших родителей. Поздравляю вас, россияне. Вот это лидер мнений. Вот это чмо, извините за мои эмоции, вы слушаете по вечерам. Ну, конечно, Соловьев, я думаю, так и не дойдет до Ксении, потому что я уверена, что он не сможет с грамотным собеседником отстоять свою точку зрения. Ну, и на самом деле вряд ли это его точка зрения, просто это та позиция, за которую хорошо платят. И в данном случае вот мы видим моральный облик того, что руководит нашими родителями. Поэтому, ребят, выключайте нахрен телевизор, не смотрите и не позволяйте смотреть своим родителям. Это чудовищное зло, это зло в кубе, в квадрате, в абсолюте. Ну, я сегодня сдерживалась. Только один раз это чмо назвала чмом, правда, уже три раза. Хорошо. Поэтому я прошу прощения у вас, мои дорогие подписчики, за мои эмоции. Но меня действительно очень сильно это все просто уничтожает. Когда я это интервью смотрела, я видела все эти манипуляции. И это, конечно, это трешатина. Трешатина, которую надо посмотреть, чтобы составить свое мнение. Для того, чтобы учиться тому, чтобы, ну вот на его примере, чтобы видеть, как, ну, это не всегда. Вот жаль, конечно, что он имеет такое большое влияние, да, на сердца россиян. Но в нашей обычной жизни есть вот такие же приспособленцы, такие же чмошники, которые вот за счет манипуляций позволяют себе садиться на шею, да. И мы это, к сожалению, воспринимаем как какие-то хорошие качества и уважаем таких людей. Поэтому отслеживайте такие вещи и не позволяйте таким людям врываться и руководить вашей жизнью. Все, я с вами прощаюсь. Люблю вас всех очень сильно. Я сейчас вернулась к работе, поэтому в скором времени будет еще разбор. Но я думаю, что вот такую трешатину от нее надо отходить и что-то более позитивное. У меня есть по поводу этого идеи. Поэтому оставайтесь со мной. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Кто, да, не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео, как вы этот разбор оцениваете. В общем, я вас всех люблю, невзирая на то, что кто-то из вас будет не согласен с моим разбором. Напишите, кстати, свое мнение по поводу вообще этого интервью и моего разбора, что я учла, что не учла. Может быть, я где-то не права. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, welcome, комментарии открыты. Я жду от вас обратной связи. Все, люблю вас всех очень сильно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok